Супруги Пешкун родом из Беларуси. Уехали оттуда еще более 30 лет назад. На Ямальской земле они обрели вторую родину. У нас здесь родились дети, у нас здесь родились внуки. Как бы вся семья теперь наша, ну как бы и здесь, в России. Поэтому, конечно, скучаем по Беларуси, но в основном-то уже... Мы сюда приехали, 18 лет мне было. Сейчас 33 года мы уже живем на севере. Супруги Пешкун почти каждый год возвращаются на родину. И каждый раз изменения в Беларуси их приятно удивляют. Особенно чистота. Там же как президент Лукашенко делает, каждую осень, дожинки называется, ну конец уборочного всего. И определенные города, там берет город, и там начинает делать ремонт, все прочее. Ну, по-умному делает. Чистота поразила Игоря Ружицкого, корреспондента газеты «Губкинская неделя». В Беларуси он побывал в качестве участника пресс-тура. В Губкинском уже седьмой год существует общественная организация «Белая Русь». Сейчас в ее составе около 30 человек. Они ведут работу по налаживанию дружеских связей с земляками-белорусами на Ямале, в Тюмени и в Республике Беларусь. У нашего города есть побратим в Беларуси – город Шклов. Подписано соглашение о партнерском сотрудничестве с Гомельской областью. Сегодня так сердечко ощемило, когда слышишь белорусскую речь. Беларусы, которые работают на земле российской, в том числе в городе, это, в общем-то, практически 99% уважаемые во всех отношениях. Потому что белорусы – это те, кто любит трудиться, кто любит свою семью, кто любит детей, кто хочет сделать так, чтобы и ему было хорошо, и окружающим в том числе. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Воспитанница детской школы искусств номер 2 Ксения Самусевич исполнила песню на белорусском языке. У многих это вызвало ностальгию по родным местам. В этот день много говорили о дружбе и взаимопонимании. Все остались довольны и решили проводить подобные встречи с участием других национальных объединений в Губкинском. Аюль Тажблатова, Лешат Ракаев, Новости Губкинского. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова